САМАРСКОГО ДОМА Дмитрий Деячков и Дмитрий Тихонов, главный специалист отдела организации мероприятий СДМ. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну давайте начнем с Дня молодежи, он только что вот недавно прошел. Скажите, как, что включает в себя этот праздник и как велась к нему подготовка? Он не просто прошел, он отгремел. У нас в Самаре происходило весь день воскресенье 25-го числа. Это был большой праздник на множестве площадок по всему периметру парка Гагарина. С самого утра был организован большой футбольный турнир на Кубок Всероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи, воспитанники комсомола «Мое Отечество». Хорошие такие ребята участвовали, вот, рядышком. Чуть поменьше турнир проходил по настольному хоккею, но было задействовано очень много людей, потому что была свободная игра для всех желающих. Люди просто заходили в парк и уже могли поучаствовать в Дне молодежи. И здесь же им говорилось о том, что на территории парка работают площадки танцевальные, мастер-классы, ремесленные какие-то, и то, что вечером будет концерт. На главной площадке днем был, на главной концертной площадке днем проходил конкурс «Меломания» для молодых исполнителей. Вечером победители этого конкурса и какие-то самарские группы, рекоменовавшие себя уже на областной арене, выступали с подарком для всех горожан, которые посетили парку. А как выясняется то, что будет востребовано публикой, пришедшими молодежью? Почему вы взяли такие направления? Спорт, танцы, музыка? Или это общедоступная такая информация, что вот это вот именно сейчас интересно молодежи? Да и просто людям. Ну, вы знаете, на самом деле ведется достаточно большая работа. Мы общаемся с молодежью, мы стараемся мониторить мнение, которое у молодежи сейчас существует. Ведем прямой диалог, поэтому, в принципе, у нас есть общее представление, что молодежи интересно. И так как молодежь достаточно многогранна, нет каких-то очень узких направлений, мы стараемся вот делать, вести достаточно большое количество работы. И вот мне кажется, что День молодежи стал вот именно таким вот отражением того, что для молодежи интересно, того, какая молодежь сегодня у нас есть. Что-то новое появляется? Потому что вот это довольно достаточно традиционное, да, там, спорт, музыка, танцы, еще что-то. Так как мы живем в такое время, когда каждый день что-то меняется, появляются даже новые технологии. В этом году что-то новое на празднике появилось? Или нет? Вот что-то попробовали, может быть? Такой крючок запустили. Вот это будет интересно. Именно сегодня. Ну, я бы не сказал, что это вот само веяние какое-то новое, но мы вот с ним не сталкивались. Работала площадка диджеинга и битбоксинга. Это то есть такое маленькое направление. Вот уже какие-то интересные названия, которые должны сразу расшифрыть. И оказалось, это тоже интересно людям, которые либо как-то к этому причастны, и которые либо просто впервые это увидели, они мимо проходили, они теперь знают про такие направления. Может быть, кто-то захочет этим тоже заниматься. Да, потому что, мне кажется, это очень важно новое что-то запускать, вот время от времени. И еще вот, когда вы рассказывали про то, что было, меня несколько смутило комсомол 70, да, кажется, уже у нас 2017 год, и тут вдруг такой раз, захват. Вот это к чему? Вы что, хотите какую-то преемственность поколения или что? Или чтобы подтягивались те, кто был молодым и себя сегодня в душе молодым чувствует, и вот это вот их тоже привлечет. Вот это что-то. Смотрите, во-первых, в следующем году во всей России мы празднуем столетие комсомола. Для тех, кто не знает, комсомол – это коммунистический союз молодежи. Да, удивительно, еще кто-то, да, кто-то может и не знать. В чем, как бы, суть именно значимости? Это не просто эта круглая дата. Дело в том, что, наверное, все, чем мы обладаем сейчас, вот какая-то вот студенческая самодеятельность, какие-то вот творческие коллективы, это все закладывалось в те времена, еще во времена Советского Союза, именно комсомольцами. Благодаря им, благодаря тому, что они вот передавали из поколения в поколение опыт, и он как снежный ком накапливался, мы можем сейчас, ну, работать... Понятно. То есть вы от этого колодца, так скажем, да, отказываться не хотите, а будете вот черпать что-то новое, там студотряды, это уже вошло, там еще что-то... Проблема вот во всем этом, то, что молодежь не разграничивает вот два понятия, как бы комсомол и коммунизм, и все считают, что это, что ли, КПРФ устраивает День молодежи? Нет. А вы хотите... Это просто, да, хотелось бы разъяснить, на самом деле, что когда-то и их родители были комсомольцами, они участвовали вот в какой-то социально активной жизни, творческой, спортивной, опять то же самое. Это было престижно, это было значимо, это было популярно. Этим хотелось заниматься. Никто не принуждает людей идти и играть в футбол, например, сейчас. Это просто было, ну вот, кинули клич, народ сразу набежал, сразу появились команды, которые, да, мы хотим, им все равно на призы. Им главное, что они не где-то там, опять-таки, на подъезде. Понятно. Дмитрий, а как вам кажется, вот сегодня нужна такая широкая массовая общественная организация, ну, по типу того комсомола? Понятно, что мы не создадим такой массив, да, вот этот огромный. А вот как вы думаете, это востребовано или нет? Или это совсем не обязательно сегодня? Ну, вы знаете, мне кажется, что сегодня молодежь очень-очень разнородна. И создавать какую-то такую вот общественную... Одноликую, да? Да, организацию, которая бы объединяла всю молодежь, наверное, это достаточно утопически. Но, тем не менее, у нас в Самаре и в России действует очень много общественных организаций, которые, по большому счету, дают возможность молодежи реализовывать себя именно в том направлении, которое интересно каждому конкретному человеку. Мне кажется, что это значительно важнее. А вот еще добавить по поводу того, почему такая тематика была выбрана на празднование Дня молодежи. Ну, мне кажется, об этом очень много говорят, что очень важно помнить, что было раньше. Очень важно знать и понимать, чтобы дальше идти, чтобы было от чего отталкиваться. Понятно. У нас есть сюжет как раз с этого вашего мероприятия, который вы организовали. Да, совместно с администрацией города. И бессонными ночами готовились к проведению. Я думаю, что вот был такой подъем, хорошее настроение, массовость. Были? Конечно. Были. Ну, вот это вот главный результат. Ну, давайте посмотрим, а потом продолжим разговор. Под эгидой столетия комсомола прошел концерт в честь Дня молодежи в Самаре. Ведь возраст – это не то, что написано в паспорте, а состояние души. Который годы – не преграда, чтобы жить, развиваться и хорошо проводить время в компании единомышленников. Решите поздравить от имени главы городского округа Самары Фурсова Олега Борисовича с праздником. Так и хочется сказать, с Днем Советской Молодежи. Традиции надо возрождать. И сегодня мы видим, как этот парк наполнился молодыми людьми, детьми. Мы отдыхаем, вспоминаем и готовимся к встрече ровно через год большого события Чемпионата мира по футболу в нашем городе. Из рук первого заместителя главы Самары Владимира Сластенина призы получили и самарские футбольные команды, которые соревновались до праздничного концерта. В торжественной обстановке и вручили кубки и медали. Ребята – яркий пример того, что в Самаре самая спортивная и талантливая молодежь. У нас самая лучшая молодежь. Мы поздравляем их с этим праздником. Желаем, ну конечно же, чтобы они вели здоровый образ жизни и самое главное – занимались спортом. Я считаю, что старое поколение уже должно передавать свои какие-то привычки, свой опыт жизненный, чтобы молодежь развивалась дальше и шла по нашим стопам, по стопам предшествующих поколений. Я считаю, что развитие всегда должно быть только вперед. Песни, танцы и конкурсы – что еще нужно, чтобы отпраздновать День молодежи? Довольно остались все – и бывшие комсомольцы, и молодые самарцы, и самое юное поколение. С нами любовь, 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 с нами любовь. Важно, что и дети уже даже подключаются к процессу. Мы ведь не только поколение старше и молодежь, но еще и дети. Это тоже плюс. Скажите, пожалуйста, какие проекты еще сегодня реализуются? И мне кажется, если реализуется какой-то масштабный проект, то это говорит о том, что он востребован, и что вот это вот даже проблема, проблема в обществе, в молодежной среде и так далее. Вот сегодня что актуально? Ну, наверное, стоит сказать, что у нас на протяжении уже шести лет в Самарской области проходит очень большой студенческий конкурс «Студент года». В этом году он проходит уже в шестой раз, и вот буквально несколько недель назад у нас закончилась заявочная кампания, которая в этом году стала рекордной. Мы собрали 426 заявок из 21 образовательного учреждения области. Это может быть и высшая, и средняя, и средняя, и средняя, и средняя, и средняя образовательная организация. Это очень-очень хороший такой результат, и он говорит о том, что студенчество, студенты хотят развиваться, что студентам есть что показать, у студентов есть заслуги, о которых нужно говорить. И очень здорово то, что на это обращают внимание первые лица нашей области, потому что уже на протяжении многих лет приз гран-при на церемонии награждения вручает именно губернатор Самарской области. Вот, сейчас у нас работа большая по студенту года продолжается, сейчас работает... А когда будут итоги подведены? Итоги у нас будут подведены в ноябре. Сейчас экспертная комиссия оценивает заявки, где-то в середине июля мы объявим, кто прошел во второй тур. Второй тур будет уже очный, где эксперты будут непосредственно общаться с кандидатами на получение приза. Это будет такой же праздник, да? Вы уже, наверное, Дмитрий уже начали подготовку. День молодежи отгремел, как вы сказали. У нас параллельно все это происходит, и вот, как сказал Дмитрий, только закончилась заявочная кампания, сразу же начала работать экспертная комиссия. Это титанический труд, это вот они сейчас сидят, у них куча таких портфолио, они все очень внимательно просматривают, поэтому закончится заочный этап, кто-то отсеется. Не значит, что они плохие, просто кто-то более сильный останется. Мы даем небольшую передышку для нашей экспертной комиссии. И в сентябре они вновь приступают к оценке, но уже лично встречаясь с теми, кто пройдет вот этот заочный этап. И сразу по истечению очного этапа, в сентябре он пройдет, мы подготовим огромную, большую программу. В НТЛ будет проходить церемония, это не просто так концерт, это церемония награждения, массовое, масштабное, красивое мероприятие. Какие критерии отбора лучшего студента? Как должен быть лучший студент? Это что сегодня в современном мире? Лучший студент это кто? Лучший студент, здесь очень-очень много критериев. Лучший студент должен, конечно же, хорошо учиться. Лучший студент должен быть активным. В зависимости от номинации оценивается либо общественная деятельность, либо творческая деятельность, либо какие-то профессиональные навыки, умения. Студент должен участвовать в различных конкурсах, форумах для того, чтобы повышать уровень своих знаний, повышать свои компетенции. И вот только самые-самые достойные получают призы. Нельзя сказать, что... Активная жизненная позиция, я бы так сказала, и в образовательной среде тоже. Поэтому мы именно разграничили критерии. Вот у нас есть отдельно жюри и отдельно номинации, которые посвящены конкретно творчеству, есть отдельно, которые посвящены научной деятельности какой-то. Конечно, разграничили. Селект года является самой популярной в Самарской области. В этом году 74 заявки в эту номинацию подано. И вот там экспертные комиссии сложнее всего, потому что заявок очень много. Там действительно очень большие конкурсные заявки, очень большие портфолио, которые нужно рассматривать. Там есть патенты. Публикации, да, публикации в научной работе. Очень приятно это слышать. Приятно слышать, что молодежь вот на это уже ступень поднимается, потому что, ну, все мы говорим, что наука... Есть такое мнение, да, субъективное, что наука – это все скучно. И вот представлять, что уже пожилые довольно-таки ученые. Но сейчас этот стереотип меняется. Это, конечно, здорово, просто отлично. Вот есть очень хороший пример. В прошлом году в номинации «Интеллект года» победила Луиза Кирасирова. Это студентка медицинского университета. В всероссийском конкурсе. Наш конкурс является региональным отбором на участие в всероссийском конкурсе. Она стала лауреатом, а уже вот в этом году совсем недавно на Иволге она выиграла со своим проектом, выиграла грант. Поэтому это очень такая хорошая тенденция. Важно начать с чего-то. Важна каждая ступенька. И вот эта, может быть, ступенька студент года – это был каким-то трамплином, как правило. И человек продолжает в этой стезе развиваться и показывает результаты не только на области, но и на всей России. Мне хотелось бы лично у вас поинтересоваться, почему вы для себя выбрали вот это направление молодежной политики, общественной деятельности. Как вам это пришло? С чего нужно начинать, чтобы продвигаться вот по этому пути? Ну, это достаточно такой интересный вопрос. Ну, так сложилось, что еще во времена школы, потом в университете активно занимался общественной деятельностью. И как-то это так затянуло. И сейчас стало профессией. Стало интересно. Почему этим хочется заниматься? Потому что молодежь всегда откликается на то, что для них делаешь. Это всегда получаешь какое-то моральное удовольствие не только от работы, которую ты делаешь, но и от общения. Это очень важно, это очень здорово, потому что нет каких-то какой-то там большой бюрократизации, каких-то там еще вот таких вот моментов, которые, к сожалению, в обществе присутствуют. И здесь ты общаешься очень приятно. Да, вы себя в этом реализуете. А вы, Дмитрий, почему? Ну, помимо просто участия в общественной какой-то деятельности, я именно через творчество пришел во время обучения в институте. Я заканчивал институт управления, что тоже как бы сказалось. Это творчество, да. Да, это тоже творчество. Играли в КВН и постоянно обращались с администрацией. Вот у нас проходят мероприятия, а поможете там что-то здесь провести, а поможете здесь провести. Мы уже просто были в очень хороших отношениях практически с друзьями, потому что знали, что нам можно довериться, несмотря на наш молодой возраст, и мы все сделаем красиво. А уже, когда пришла пора получать диплом, уже просто сказали, слушай, а пойдем к нам. И вот так я попал сначала в отдел по работе с молодежью, культурой, спорта. Потом это переросло вот уже в Самарский дом молодежи. Как раньше шутили, но сейчас это совершенно другая картина. Отдел по борьбе с молодежью. Но сейчас вывеждаешься, что... Слава Богу, да, что сейчас совсем по-другому. Мы сказали о студенте года, но это такое позитивное направление, да, позитивное образование. Это вообще то, что молодежь должна освоить за свои молодые годы и двигаться дальше. Получить хорошее образование высоко, высшего качества, и тогда все будет отлично в жизни. Это просто гарант успеха. Но есть и негативные тенденции, да, буквально вчера у нас был день борьбы с наркоманией. Скажите, вы свой вклад какой-то можете внести и в негатив тоже, чтобы не только радоваться, да, праздновать День молодежи и студентов года? Конечно. Сейчас я поясню. Мы не вклад в негатив вкладываем, а в вклад в борьбу с этим негативом. Конечно, конечно. У нас стартует сейчас акция большая. Да, вот совсем скоро сейчас у нас идет большой подготовительный этап. У нас начнет проходить проект, который называется «Жизнь и театр». Это проект по противодействию распространению наркомании. В чем его суть? Существует очень много технологий борьбы с наркотизацией общества. И один из наиболее интересных, на наш взгляд, и как он зарекомендовал себя в мире, это такая технология, как социальный театр. У нас есть замечательный режиссер, который вместе с ребятами, который волонтерами. Волонтеры сначала пройдут обучение. Со всех сторон узнают о том, что такое наркотики, как им противодействовать. С ним будут работать психологи, будут работать юристы. Режиссер подготовит постановку социального театра, с которой в дальнейшем волонтеры поедут по лагерям, которые находятся в горском округе Самары. А тема, сюжет вот этой постановки, он какой? Он уже известен или что? Это отвлеченно или это связано все-таки с этой проблемой? Напрямую. Это связано, но знаете, социальный театр хорош тем, что это не какая-то заранее надуманная тема. Это тема, которая рождается в процессе работы. Это тема, которая рождается от самих ребят. То, что им близко, то, что им понятно. И здесь проходят работы по технологии равной-равному, когда ребята по возрасту, по социальному положению схожи с теми, и кому этот рассказ будет вестись. Они будут говорить на понятном языке. Вот именно в этом, наверное, самый большой плюс социального театра. И мы надеемся, что проект удастся и будет получен очень хороший результат, что молодежь узнает и услышит. Да, посмотрим. Потому что вот была такая тенденция, так называемой страшилки. Вот помните вот эти ролики? Шприцы, такой негатив, все черное, темное, мрачное. И это же не вызвало вот такого эффекта, что все прямо испугались и не стали употреблять. Молодежь сегодня очень-очень проинформирована. Она очень много знает, очень много читает, очень много слышит. И зачем-то ее пугать, это совершенно ни к чему. Потому что молодежь всегда может найти информацию, которая можно оправдать абсолютно любое явление. Нужно говорить молодежи о том, что да, это существует, но почему это плохо? Почему это плохо именно для тебя? Как именно для тебя конкретно это может негативно сказаться? И давать какие-то альтернативы, что немаловажно. Кстати, сейчас как раз обсуждается такое мнение, что нужно наказывать за употребление. Слышали об этом, да? Да, вот именно молодежь, какие-то наказания, санкции применять, вплоть до там, я не знаю, какие уж там административные или даже уголовные. Как вы к этому относитесь? Как вот ваше мнение? Вот лично вы бы хотели, чтобы это внедрилось? Ну что вот уж противостоять, так противостоять, бороться, так бороться. Меры наказания, они тоже, сами понимаете, могут быть разные. Одно дело физические какие-то воздействия, да? Другое дело, ну, психологически-моральное тоже какое-то давление. Иногда человеку может быть настолько стыдно, что это хуже, чем отсидеть там несколько лет в колонии, да? То есть нужно такую ситуацию неприятия вот этого создать. Да, неприятие, что это, что это, ну, вообще вот нельзя так, не принимать таких людей даже, да? Да, вот может быть, опять же. Ну, сейчас, на самом деле, мне кажется, что очень много внимания этой проблеме уделяется. Об этом говорят абсолютно на разных уровнях и не только там на высшем уровне, но и среди молодежи тоже эта тема, она ведется. И очень, есть такая тенденция очень хорошая, что, в принципе, по большей части молодежь это не принимает и не воспринимает. И относится к этому с большим негативом. Вот мне кажется, что именно вот такие тенденции, ну, общественного порицания, как это принято говорить, они очень хороши. И еще одно мнение, чтобы завершить эту тему, есть тоже такое пожелание, чтобы это была жесткая пропаганда, а не вот всякие там социальные театры, ролик, что если ты не наркоман, как ты хорошо живешь. Ну, на мой взгляд, это... Это очень плохо. Пропаганда, это вообще, в принципе, очень такой механизм, который молодежь с отторжением к этому относится. Нельзя навязывать, это однозначно. Когда тебе что-то навязывают, у тебя невосприятие, у тебя вот отторжение. А когда это мягкие методы, когда это методы того, чтобы человек сам понял, что не ему навязали, а что он сам это понял, это значительное действие. Все-таки у молодых мятежный дух, он, если им что-то вот они видят в лицо, им хочется это обойти, и как-то это... А если это постепенно разъяснять, не просто так, типа, это плохо и все, объяснить, почему это плохо. Ну, примером показать, что можно без этого, на самом деле, обойтись. Много чего интересного мы еще можем вам предложить взамен. Да, понятно. Самарский дом молодежи позиционирует себя как территория возможностей. Скажите, пожалуйста, в чем вы можете помочь молодежи, в чем эти возможности заключаются, чем вы можете помочь? Ну, во-первых, мы абсолютно открытое учреждение, абсолютно открытая площадка для идей, которые возникают у молодежи, для каких-то пожеланий. К нам очень часто приходят молодые люди, которые говорят, у меня есть крутая идея, я очень хочу это сделать, помогите, подскажите как. Так. И мы всегда стараемся реагировать на это, всегда стараемся работать с такими молодыми людьми, потому что вот именно на ребятах, которые активно себя в чем-то проявляют, строится там наше общество, строятся какие-то молодежные инициативы. Это очень здорово, то, что молодые люди к нам приходят. Наверное, вот именно в этом является территория возможностей. Мы всегда рады, мы всегда готовы помочь. Не только они к нам приходят, и мы к ним выходим тоже. Чтобы не быть голословными, вот из такого примера, когда пришли к нам ребята, вот стартовала акция «Чистый город». Это была инициатива полностью студентов. Что сами пришли молодые люди к вам и сказали, мы будем там. Вот, а давайте вот так это сделаем, давайте сделаем курточки, я наведу здесь порядок, мой город, мой порядок. И вот в течение всего апреля, кусочка мая, серия субботников была, и город вычистили. На самом деле руками студентов их никто не принуждал к этому. Это была их инициатива, и потому что это их, они, собственно, и шли туда с воодушевлением. И мы устраиваем тоже свои площадки, вот в любой случай был Деникограда Волгарь, мы выставляли свою площадку, медиавыставку, где можно было узнать о деятельности Дома молодежи, что мы готовы помочь. Просто многие не знают, очень много в соцсетях мусора находится, которое отвлекает внимание от, на самом деле, интересных вещей. О том, что происходит в городе, о том, что происходит там вообще, в принципе, в творческой жизни, в спортивной, в любой. И мы стараемся это все популяризировать, больше выводить. Наши группы ВКонтакте тоже еженедельные дайджест выходят, где просто можно увидеть, что некогда спать. Постоянно какие-то мероприятия в городе выходят, и на самом деле хочется самим на все это сходить, попробовать, посмотреть. Да. Мнения о нынешнем молодом поколении, они разнятся. Кто-то говорит, что это там какие-то очень практичные люди, которые хотят там денег, еще что-то. Кто-то говорит, что это там такие самолюбивые, занимаются фитнесом, ухаживают за собой, еще кто-то там что-то. Я понял. Вот каковы амбиции вообще нынешней молодежи? Хочется узнать, вот для вас успешная жизнь, да, в чем заключается, в чем ее успех и такая вот самодостаточность? Вот какие обстоятельства должны сложиться, чтобы жизнь была хороша и полностью вы в ней реализовались? Вот что должно быть? Какие условия для этого? Вот что вы хотите в будущем там недалеком? Мы с Дмитрием? Да, давайте вот на ваших примерах разберемся. Как аналитик Дмитрий может ли сказать, может вы там какой-то социальный даже вопрос делаете. Но вот личный вывод, жизнь успешна для вас в каком случае будет? Что важно, ценно? Быть востребованным, быть полезным, оставить после себя на самом деле что-то, не просто вклад какой-то сделать в историю, в развитие здорового образа жизни, как мы сейчас там говорим, а именно сделать что-то, послужить примером, чтобы потом говорили, а я тоже так хочу, и чтобы делали люди еще больше, еще больше. А семья входит же в ценности, да? Вот должна быть своя. Это же пример. Здоровая нация, здоровая семья. Все начинается и воспитание молодежи, в том числе противоборство наркотикам, всем вредным привычкам, оно же в первую очередь из семьи идет. Поэтому семья, она безусловно входит в это. Хорошо. Дмитрий, а ваше мнение? Ну, на самом деле, мне кажется, что понять успешный, это очень-очень такое абстрактное, и лично для меня, ну, определенно, это полноценная, это здоровая семья, конечно же, потому что именно семья является залогом, в принципе, любого успешного человека. Ну, и, конечно же, да, я, Дмитрий, согласен, что это какая-то самореализация, это чтобы вот потом когда-то в старости можно было сказать, что, ну, вот точно не зря я прожил эту жизнь, чтобы внуки гордились. Чтобы тоже не быть голословным и как можно быстрее воплощать в эту жизнь. Я вот на прошлой неделе сходил, и со своей невестой мы подали заявление в ЗАГС, вот будем, все, уже спасибо. Да, вот это замечательно. Вдвоем уже будем на благо этого всего. Да, вот это мне важно было выяснить, потому что, чтобы не было впечатления, что такие амбициозные какие-то даже одиночки, что-то там пытаются решить, урвать, схватить, вот именно в это время, все-таки семья остается главной ценностью, это замечательно. И у вас, у нас буквально одна минутка остается, хочу, чтобы вы напомнили контакты, кого вы ждете, насколько вы открыты, если молодые люди нас смотрят со своими идеями или даже с пожеланиями и просьбами, может быть, вы можете помочь даже в чем-то, в каких-то ситуациях. Ждем мы абсолютно всех, это на самом деле, это правда. А вот где и куда, в каком адресу обращаться? Да, ну для молодежи, наверное, наиболее актуально это интернет, поэтому у нас есть сайт Самарского дома молодежи, у нас есть группа ВКонтакте, samdm.ru, там можно писать сообщения, можно писать на почту, можно приходить, находимся мы по адресу проспект Ленина, 3, поэтому мы всегда ждем. Напротив, прям напротив областной библиотеки, чтобы не теряться там. Вот, всегда ждем, всем рады абсолютно. Да, и вот маленькое уточнение, помочь чем можете, вот критическая какая-то ситуация у молодого человека, ну вот его руки опускаются, не знаю, вот с этим. У нас есть большой отдел психологической помощи, который может помочь и психологически, если нужно как-то отвлечь, у нас работает... Психолог есть, а юрист? Юрист есть, и юрист, и психолог, поэтому с такими вопросами абсолютно всегда мы готовы помогать. Главное, что это бесплатно для молодых людей, это бесплатная консультация к юристу и психологу. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что пришли к нам в эфир, рассказали о своей работе. Спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания.